Быть в тренде в этот день нетрудно. Если служили в крылатой пехоте, надевайте берет. Если еще нет, поздравьте знакомых десантников. 2 августа в России день ВДВ. Голубой берет – почетное прозвище. Многие солдаты хотели бы его носить. Суровые отборы, напряженные тренировки делают воздушно-десантные войска особенными. Берет и тельник, как говорят сами десантники, это в первую очередь состояние души и основа духа. В городском парке состоялся торжественный митинг, посвященный 93-й годовщине образования воздушно-десантных войск. Они всегда с честью выполняли поставленные перед ними и боевые задачи во время войны, во время локальных боевых конфликтов. И в мирное время, когда одно их присутствие на границах, либо в зоне напряженности, студило горячей головы, иногда вообще удаляло возможность воевых действий, возможность гибели людей. Лозунг «Никто кроме нас» подтверждается и словом, и делом. Это, скажем так, самое дружное воинское сообщество у нас в городе, которое вместе празднует праздники, встречается в быту, помогая друг другу. Сегодня у нас стоят на воинском учете в военкомате больше около 200 человек воинов-десантников. Около 20 их находятся в зоне специальной военной операции. Многие из них награждены высокими государственными наградами. И сегодня, буквально на днях, был приказ министра обороны о создании еще двух полков в воздушно-десантных войсках и возрождении гвардейской 104-й дивизии. Воздушно-десантные войска – это элита вооруженных сил. Они всегда и во все времена с честью и достоинством выполняли свой воинский долг. Были отважны и самоотвержены. Проявляли отвагу и героизм. Были верны присяги. На долю десантников досталось и достаются самые непростые задачи в ходе боевых действий. И десантники всегда с честью выполняют свой воинский долг, в том числе и в настоящее время на сопредельной территории Украины. Сегодня во всех храмах служилась служба в честь пророка Божия Ильи, Божественной Литургии. И во время Божественной Литургии все мои священники молились за небесную крылатую пехоту. Дай Бог вам крепкого здравия, Божьей помощи в добрых делах. История ВДВ – это летопись мужества и стойкости офицеров и солдат крылатой пехоты. С 1930 года и до наших дней, участвуя в войнах, контртеррористических и миротворческих операциях, голубые береты остаются верными долгу и присяге. Стараются держаться вместе и поддерживают связь со своими братьями по службе. Я начинал служить в Ереване, потом служил в Забайкале и закончил службу на Украине. 106-я гвардейская ордена Кутузова 2-й степени, воздушно-десантная дивизия. Десантники с тревогой следят за развитием событий в зоне СВО. Да, наш полк там воюет. Среди них есть и те, кто знает о боевых действиях не понаслышке. Побывал в двух командировках – Ханкала, Чечня, Новогрозненск. Много событий, прыжки. Вообще благодарен, в первую очередь, матери, вторую – своим учителям. Это большая школа жизни. Огромная смелость и сила духа нужна не только для того, чтобы служить в воздушно-десантных войсках, но и совершать то, чем славятся голубые береты, а именно прыжки с парашютом. Впечатлений было в море. Объяснить словами невозможно. Второй, третий прыжок, да, там уже понимаешь. А первый – просто не понимаешь. Просто адреналин кипит. Бояться сильно не боялись, потому что особенно на первом прыжке было два автомата, специальных стояло, которые сами открывали парашют. Не один, а два. Потом уже во всех прыжках стояло по одному автомату. Приземлился, загасил купол, потушил, забежал и пошел. Самый страшный четвертый был. Первый, самый крутой. Первый прыжок я совершал в 1980 году в Забайкале зимой 7 февраля, я все четко помню, совершал прыжок с самолета «Ан-2», «Ан-2» – это кукурузник, который называется это. Ну, был снег, по колено снега было. Как вышел из самолета, я не помню, но приземлился удачно, хорошо в снег. Мне очень понравилось, и я за всю свою службу совершил 306 прыжков. И как бы ни сложилась жизнь тех, кто когда-то поднимался в воздух, а потом видел над собой купол парашюта, они десантники навсегда.